После нескольких недель взаимного недоверия и подозрений между различными политическими силами в Израиле, а также после бурных переговоров, новое коалиционное соглашение все-таки было подписано. На израильской политической арене появилось две новые фигуры, причем ни у одного из этих людей нет богатого опыта в политике. Так новым министром финансов будет назначен Еир Лапид. Медийная фигура без какого бы то ни было политического стажа. По сути, человеку без опыта в сфере финансов доверили возглавить чрезвычайно важное министерство. Вторым стал Нафтали Беннет, представляющий движение израильских поселенцев. Он возглавит Министерство экономики и торговли. Его правая рука станет министром строительства и ЖКХ. Важно отметить, что теперь Нетаньяху будет сложнее приостанавливать или запрещать строительство новых поселений, а следовательно и достигать каких-либо договоренностей с палестинцами. Впервые за 10 лет в правительство не войдут партии, представляющие ультра-ортодоксальных иудеев. В прошлом Нетаньяху опирался на поддержку этих движений. Он желал бы, чтобы партии вошли в новую коалицию и чтобы сама коалиция была шире, чем получилось в итоге. В соответствии с рядом положений коалиционного соглашения, правительство должно будет в течение полутора месяцев подготовить новый законопроект, касающийся призыва ультра-ортодоксов на военную службу. Вошедшие в правящую коалицию партии хотят, чтобы религиозные евреи тоже служили в армии, в то время как ультра-ортодоксальные партии, разумеется, против. В ближайшие месяцы Нетаньяху также предстоит принимать государственный бюджет, так что забот у него теперь хватает. So he certainly has his hands full.